Любители Москвы, вы смотрите передачу «Реновация и новостройки Москвы». Ну вот, посмотрим. Сейчас несколько строек проходит в районе Царицыно, юге Москвы. Вот я нахожусь рядом с метро Катемировская. И здесь две такие большие стройки. Ну вот, прям непосредственно рядом с метро, на месте снесенных двух пятиэтажек, под номерами 41 и 43, строится большой дом, более чем на 350 квартир Катемировская, 43. Фактически как бы три дома, 10, 15, 23 этажа. Вот, видите, это как бы один корпус, который сюда будет выходить. Ну и дальше там еще за ним тоже будут корпуса. То есть такая большая площадка. И вот здесь строится дом, значит, на месте снесенных двух пятиэтажек. Ну понятно, почему Катемировская, конечно, это самое, тут выбрали такое место, потому что, естественно, рядом метро, Пролетарский проспект. Такая, в общем-то, достаточно значимая, важная магистраль, автомагистраль, конечно же, и в этом районе, и вообще в Москве. Ну вон там уже, видите, дом построили. Вот он имеет адрес Катемировская, 39А, 13-14 этажей. Еще в 2021 году его построили. Вот. Ну а здесь вот рядом на месте двух пятиэтажек, значит, пока строительство идет. И хотят вот эти дома, посмотрите, тут раз, два, три дома. Вот три дома строятся, это видно здесь хорошо, да. То есть два дома, получается, на проезжую часть, а третий, он как бы там за ними будет стоять. Вот. И хотят построить эти дома, ну, конечно же, ясно, что уже не в этом году, это невозможно, только в 2025 году. Ну а там, видите, вот все, до сих пор там все развезено, там проходит московский скоростной диаметр, МСД, или, как раньше говорили, юго-восточная хорда. Вот, так сказать, раньше такая, в общем-то, было более-менее нормальное, хорошее, спокойное место. Пустырь там находился, ну, теперь все. Там машины вовсю ездят, так что здесь на Катемирской улице очень большие происходят перемены. Ну, вот этот дом построили, а за ним там идет еще одна стройка, и строится на месте трех снесенных пятиэтажек под номерами 33, 35, 37. Это были пятиэтажные панельные дома, построенные в 60-е годы, типичные хрущевки. Ну, вот вместо них теперь строится огромный такой комплекс домов, почти на 500 квартир, 10, 12, 15, 22 этажа. То есть будет, фактически, 4 жилых дома на одном стеллобате. Вот они там будут разнесены по территории. То есть 22-этажный корпус будет выходить вот сюда, на проезжую часть. Он будет как бы маяком таким вот на проезжей части. А за ним, вот она, видите, стройка вот эта. А за ним, соответственно, будут находиться еще корпуса, там 10, 12, 15 этажей. То есть немножечко поменьше. Ну, и всего это будет почти 500 квартир. Это Катемирская, 35. Ну, а за ним, там, он, видите, там еще чуть далеке, там тоже еще один реновационный дом, который был, это Катемирская, 27А. Этот дом был построен в 2021 году. Там три секции, 6, 15 и 18 этажей. Вон он, видно его. Ну, вот, а теперь это вот так все это видится. Вот как раз тот самый Пролетарский проспект. Вот они, стройка дома. Вот она, как видится, с другой стороны вот этого Пролетарского проспекта. Ну, а по эту сторону, здесь уже не стройка, а здесь я сейчас покажу недавно построенный дом по реновации. Вот он перед нами. Тоже рядом с Лиро-Катемировская, только по другую сторону. Этому дому дали адрес Пролетарский проспект, 14А. Вот он дом, который был построен в самом конце прошлого, 2023 года. Вот этот дом, как мы видим, он, в принципе, фактически довольно такой простой. Не как такая китайская стена, как многие другие дома строятся. Вот. И 16 этажей, и на 116 квартир. И вот сейчас этот дом начал заселяться. Там еще пока идут, так сказать, работы вокруг дома. Еще тут не до конца все, видимо, сделали. Но уже дом стал заселяться. И заселять его стали жителями из дома 27 по Катемировской улице. То есть, эта Катемировская улица, я так понимаю, что из-за нее сильно взялись уже несколько лет назад. И, видимо, хотят там, так сказать, полностью снести все пятиэтажки, которые вообще находятся на этой Катемировской улице для начала. А потом уже, так сказать, другим. То есть, эта улица, она просто в приоритете. Ну, потому что рядом с метро находится. Но это тоже, вот видите, вот она, значит, Катемировская, соответственно. Вот так выглядит этот новопостроенный дом. Пролетарский проспект, 14А. И вот сейчас он заселяется жителями вот этого дома 27 по Катемировской улице. А вот за ним, вот за этим домом, видите, там еще, так сказать, вот несколько домов стоит. Это уже числятся они по улице Бехтерева, 3А. И те дома, я уже их несколько раз показывал, они были построены еще в 2021 году на 250 квартир. Вот так они выглядят. Такой целый комплекс на общем стилобате тоже, как мы видим. Вот это комплекс на 250 квартир. Его сдали еще примерно три года назад. Вот. Ну и теперь еще к нему добавили еще один дом, вот по пролетарскому. Вот он, видите, он сразу выделяется, конечно, резко. Знаете, но эти все советские дома, естественно. Вот. Ну и дальше. Дальше дело пошло дальше. И вот новая стройплощадка открылась на улице Бехтерева, в начале улицы. Вот этот дом под номером 3 корпус 2 по Бехтерево, дом панельный 65-го года постройки, он сейчас сносится. Естественно, он выселен. Вот. До этого там снесли еще два дома по Бехтерево 3 корпус 1 и дом номер 5. Вот здесь вот. И в итоге образовалось три дома. То есть снесли. И на месте трех домов образовалась вот такая вот огромадная площадка. Вот. Как раз вот в начале улицы Бехтерева. Ну и понятно, что эта площадка, да, вот так все это выглядит. Естественно, все это будет срубаться. Там висит плакат, на котором написано, что будут срубать там почти 100 деревьев. Ну это и понятно. Да еще, наверное, не все посчитали. Ну а, соответственно, типа посадят деревьев 20 примерно. Вот. Да и сами понимаете, что значит посадят. Да, это как у нас сажают, мы знаем. Вот. Там еще приживутся ли они, деревья маленькие и все такое. Ну вот так выглядит эта площадка. Вот я сейчас иду уже по улице Бехтерева. На нее вышел. Да. Да, и вот обратите внимание, сколько вырубили деревьев. Посмотрите. Во-первых, здесь создают так называемый парк. Вот то, что увидите, не подумайте, это называется парк. Да, это называется парк. Это новый парк так выглядит. Да. Здесь, конечно, как вы помните, были гаражи. Но вместе с гаражами вырубили еще и сады. Там было очень много садов. Все гаражи, они прям были буквально вот в окружении огромного количества садов, которые остались еще с подмосковных времен. Еще были раньше подмосковные сады. Тут деревянные дома стояли с участками. Все такое. Ну, все это снесли, все вырубили. Да, и тут еще деревья. Вот смотрите, какие здоровые, большие деревья вырубили. Прям вот еще по другую сторону. Это улица Бехтерева. Ну, насколько я понимаю, насколько я могу понять, эту улицу будут расширять. То есть, помимо того, что там проложили вот этот диаметр, который вот там проходит за так называемым парком новым. То есть, вот люди будут гулять. Представляете, какой? Мало того, что он вообще без деревьев фактически, этот парк, так еще, мало того, он еще и в окружении двух автодорог. То есть, вот этой улицы Бехтерева. И еще там вот за забором проходит еще и скоростной диаметр. Вот представляете, да? То есть, помимо того, что никакой зелени, она сплошная плитка, так еще и огромная шумовая нагрузка. Ну, и здесь деревья тоже, как видите, вырубили. Как видите, совсем недавно. И наверняка эту улицу Бехтерева будут расширять. То есть, скорее всего, здесь будет продление проезжей части. Здесь психиатрическая больница как раз с Бехтерева. Бехтеревская в просторечии ее называют. Ну, вроде как и нету планов пока ее сносить. Хотя сейчас психбольницы многие, так сказать, ликвидировали. Поэтому я не удивлюсь, если еще и на Бехтерево ликвидируют. Вот. Хотя психбольных все больше становится, на самом деле. Если бы хоть это было бы оправдано, да? Ну, на самом деле, это, конечно, совершенно ничем не оправдано. Вот эта оптимизация, так называемая. А там он строится. Я показывал уже Кавказский бульвар, жилой комплекс Кавказский бульвар 51. И, соответственно, еще Русич Кантемирский. Там как бы два жилых комплекса. Ну, видимо, разные застройщики. Ну, и цена начинается на однокомнатную квартиру в этом жилом комплексе от 10 миллионов рублей за квартиру примерно 32 квадратных метра. Ну, то есть, такая стандартная однушка, в общем-то, небольшая. Ну, обычная, да. То есть, вот где-то около 10 миллионов. Ну, и так далее. Там за двушку все. И 13, где-то 14 миллионов. Ну, и все такое. Вот. А там был завод железобетонных изделий. Это промзона там находится. Промзона в конце Кантемировской улицы. Ну, к сожалению, сейчас этой промзоны уже фактически больше нет. Там почти ничего уже не осталось. Я имею в виду из работающих предприятий. Ну, и вот на месте вот этого завода ЖБИ, значит, строят вот такой жилой комплекс. Там, кстати, чуть за ним Котляковское кладбище находится. Вот. Так что... Еще, кстати, гаражи там тоже были. Все. А вот, смотрите, еще одна реномационная стройка. Тут их сразу строят четыре дома. Значит, вот эта Севанская улица, видите, здесь отходит она слева. Здесь Кавказский бульвар и Бехтерево. Значит, здесь Бехтерево-то улица, да, здесь Кавказский отходит. А там дальше Севанская. Вот за этими жилыми домами. Это вот четыре 16-этажных дома строится. Вот. Их стали строить где-то примерно около полутора лет назад. И вот, значит, их строят. И хотят уже в этом году поставить. Вот поликлиника, кстати, на Кавказском бульваре. И тоже, видите, эта самая реконструкция проходит. Уже заодно покажу. Вот. Ну и вот я теперь вышел на Кавказский бульвар. Ну и здесь строится метро. Я уже показывал эту стройку как-то раз, да. Так понимаю, Бирюлевская линия будет проходить. Ну и одна из как раз станций метро будет находиться, я так понимаю, что именно здесь как раз будет выход. Ну понятно, то есть на пересечении как раз Кавказского бульвара и Пролетарского проспекта. Вот. Ну и помимо стройки метро, тут еще строятся сразу две стройплощадки. Одна из них вот перед нашими глазами. Не там, где кран стоит. А вот здесь вот она. Вот она, видите? Вот где забор вот этот реновационный. Вот он. Вот здесь строится... Здесь вот хотят построить 21-этажный дом. Вот это Кавказский бульвар 27. Вот здесь хотят построить 21-этажный дом на 140 квартир. Вот прям вот здесь. Короче, башню хотят влепить. Просто раз и на месте сквера небольшого такого зеленого пространства хотят построить, вот влепить вот эту такую башню здоровенную. Ну и хотят это сделать в 2025 году. Ну и ясное дело, что тут пока еще только котлован. Поэтому понятное дело, что в этом году уж никаким образом как бы не старались. Ну а в следующем году да. Хотя, конечно, это будет сделать непросто, но с другой стороны, поскольку она одиночная башня, то в принципе это вполне возможно, если, как говорится, постараются и ничего такого не произойдет. А вон там, где кран стоит, о, там огромная стройка. Там было сразу три дома. Это уже по Иреванской улице. Я сейчас на нее буду выходить. Ну как раз вот между Кавказским и Иреванской. Там было три пятиэтажки по Иреванской улице. Вот, находились два корпуса два, четыре корпуса два и шесть корпуса два. Вот три дома. Три панельных пятиэтажки были. Тоже с 60-х годов постройки. Там сейчас строится сразу, ну как бы такой массив домов. Правда, несколько такой странный. Там в том числе есть семиэтажный дом. Это очень редко в Москве бывает. Но бывает, вот оказывается. Да, даже такие дома строят. Там будет один просто семиэтажный дом. Просто семиэтажный. Да, ну тут, конечно, тоже можно посмотреть. Вот такая вот, видите, башня будет, смотрите. 21 этаж. Тоже, естественно, вырубка. Там чуть не сто деревьев, да. Вот видите, ты в 23-м году начинь, в 25-м закончится по плану. Ну и вырубка тоже там чуть не сто деревьев, а посадят там. Кот наплакал. Понятно. Это все понятно. Это мы знаем. Ну вот, и там будет один просто семиэтажный дом. Просто семиэтажный. А второй будет, вот тот, который как раз перед нами. Вот здесь будет целая серия из четырех домов на общем стеллабате. Один семь этажей, другой восемь, третий десять, а четвертый девятнадцать этажей. То есть вот такой конгломерат домов на 250 квартир. Вот, и вот эти вот дома здесь все хотят построить в этом 24-м году. То есть вот эту всю стройплощадку все хотят заполнить пятью домами. То есть тут будет пять домов, два по семь этажей. Один восемь, третий десять. Два по семь, третий восемь, четвертый десять и пятый девятнадцать этажей. Вот будет пять домов от семи до девятнадцати этажей. И вот хотят построить все эти дома в этом году. Ну, поскольку дом семиэтажный, там его, и, соответственно, восьмиэтажный, десятиэтажный, то, может быть, и построят. Все-таки это же не двадцать один этаж строить, да? Понятно, что это намного проще. Но не знаю, честно говоря, трудно сказать, как там все получится. Может быть, и не успеют. Может, и в следующем году уже будут сдавать. Вот такие вот у ЦАЭЛи пятиэтажки тоже, как мы видим здесь вот слева. Вот точно такие же пятиэтажки стояли и здесь. Три дома стояли, один за другим. Два корпуса, два корпуса, два корпуса, два корпуса, два корпуса. Ну, а сейчас строятся вот дома уже по этой Ириванской улице. Вот, кстати, новый дом построили не так давно, пару лет назад. Ириванская восемь. Ну, а эти адреса пока Ириванская четыре и Ириванская шесть. То есть один дом будет иметь адрес Ириванская восемь, а второй Ириванская шесть. Ну и последняя стройка. Здесь строится подземный переход на пересечении с Ереванской улицы и Каспийской улицы. Я уже еду на Каспийскую улицу. Подземный переход будет идти в музей Царицыно. То есть раньше перемахивали через железную дорогу. Очень хорошо, кстати, было. Удобно, хорошо, приятно. Как говорится, там зелени было полно. Но сейчас все теперь будут сплошные переходы. Ну и здесь вот на Каспийской улице один дом построили. Вон он как раз, видите, который построен дом. И Каспийская 28, корпус 4. Ну и, соответственно, решили построить еще один дом, влепить. Одного оказалось мало. И решили, значит, ему еще один дом прибавить. Тоже на Каспийской. И идет стройка сейчас двухсекционного дома. Один 6 этажей, а другой 13 этажей на 100 квартир. Вот. Вот он перед нами как раз. Вот эта 13 этажей секция, но за ней 6 этажей. И хотят построить его уже в этом году, тоже 2024. Ну и я уже говорил, что это Каспийская улица. Я не знаю, она так я понимаю, то ли сольется с этим скоростным диаметром, то ли как бы он будет типа дублера. Не знаю, сложно сказать, как это в итоге все будет, но очень может быть, что просто сольется с этим диаметром. Короче говоря, все. Того же красоты и ту атмосферу, которая была здесь когда-то, уже ясное дело не будет. Вот они, видите, два дома, 6 этажей, которые справа и 13, которые слева. Вот Каспийская 28, тоже адрес. И хотят сдать в этом году. Ну вот такие стройки сейчас проходят в районе Царицына. Это уже около метро Царицына, соответственно.